Я знаю то, что в вашем чудесном государственном музее-заповеднике в этом году год семьи особо отмечается, тем более, что он имеет символичное значение для Павловска самого парка. Безусловно, но начиная с того, что в семье Павла и Марии Федоровны было 10 детей. И вообще нужно сказать, что брак Павла и Марии Федоровны – это брак по любви, о чем, собственно говоря, свидетельствуют сохранившиеся письма на французском языке. Научный сотрудник музея-заповедника Людмила Валентиновна Коваль перевела эти письма и, собственно говоря, действительно все говорит о том, что брак по любви. Павловский дворец и, собственно говоря, парк, ну он такой домашний, он располагает к такому спокойному, уютному, семейному, созерцательному отдыху. Здесь такая вот кажущаяся простота, я бы сказала, изысканная простота. Можем ли мы назвать Павловский парк один из самых первых вот таких профессиональных парков нашей страны? Или он был не первый? Как пейзажный, да. Поскольку Павловский парк, он строился в эпоху перемены стилей, когда на смену регулярным или их еще называют французским садам, в моду вошел пейзажный стиль в паркостроении. Он английский считается? Он считается, да, английским, поскольку пейзажный стиль пришел из Англии. Он еще и создавался на основе естественного леса. Кстати, нужно отметить, что это в основном был хвойный лес с преобладанием сосны. Какие-то вырубались, а какие-то породы деревьев, наоборот, привозились сюда в достаточно большом количестве для обогащения ландшафта. Светлана Михайловна, мы с вами подошли к еще одним важным жителям Павловского парка, вот к этим дубам. Я знаю то, что вы в этом году с ними осуществляете какую-то неимоверную спасательную операцию. Да, это правда. Мы провели лечение вот этих особо примечательных деревьев, поскольку они были высажены в конце 18 века в честь двух старших сыновей Павла и Марии Федоровны, в честь Александра и Константина. Это два отдельных дерева, которые высажены в одну как бы посадочную яму. Но с течением времени, вот мы видим, что при камлевой части они срослись, поскольку деревья действительно очень старые, они, в общем-то, нуждаются постоянно в заботе. В заботе, да. Это были годы Екатерины Великой, да, и, собственно говоря, на эти земли дарят Павлу и Марии Федоровне в честь рождения в их семье первенца Александра, будущего императора Александра Первого. И, конечно, первоначальная планировка. Вот тройная липовая аллея, по которой мы с вами шли, которая является парадным подъездом к дворцу, она построена по проекту Чарльза Камерона. Собственно говоря, ему принадлежит и первоначальная планировка дворца, и множество павильонов парковых. Мы все-таки гуляем уже и находимся в относительном преддверии одного из главных таких летних событий, которые в Государственном музее заповедника Павловска проходят. Я имею в виду фестиваль грандиозный императорский букет. В этом году я знаю то, что вы объединяете сразу несколько идей, которые в том числе связаны с направлением восстановления возрождения некоторых исторических зон Павловска. Да, действительно, у нас в этом году императорский букет посвящен возрождению музыкального вокзала. Расположен он будет на своем историческом месте, где вот как раз мы сейчас с вами гуляем. И впереди перед нами вот закладной камень. По сути, вот это то место, где располагался музыкальный вокзал. По центральной оси вокзала чугунный фонтан, который тоже будет, конечно, отреставрирован. Рядом восьмиугольный фонтан с лягушками, который тоже ждет своего времени реставрации. Главная цель – это, конечно, воссоздание музыкального вокзала и возрождение той музыкальной культуры, которая царила весь XIX век и период XX века вплоть до периода Великой Отечественной войны. Виктор Вадимович, продолжаем гулять по чудесному Павловскому парку. Мы сегодня уже, в принципе, говорим о самых разных исторических местах в парке, которые, слава богу, будут восстановлены, будут вновь возрождены. И среди них старое шале. Мне кажется, вот об этом объекте мало кто знает. Давайте напомним нашим зрителям, что это было за здание и кто в нем находился. Да, неудивительно, что ныне живущие петербуржцы ничего не знают об этом объекте, поскольку с Великой Отечественной войны его просто не существует в Павловском парке. Это одна из первых построек, которые Мария Федоровна заложила в исторической части Павловского парка, недалеко, собственно, от дворца. Традиционный для XVIII века контраст между внешним обликом строения и его интерьером здесь тоже был проведен во всей полноте. Скромная пастушеская хижина с обрубившимися фасадами и соломенной кровлей внутри содержала роскошный интерьер с художественными росписями, с наборным паркетом, с резной позолоченной французской мебелью. Здесь такой маленький дворец. Маленький, крошечный. Летний дворец. Маленький, крошечный летний дворец, совершенно верно. Виктор Вадимович, оказались мы уже теперь за забором, то есть здесь, ну, я условно назову строительная площадка, то есть то самое место, где находился исторически старое шале, и где будут проведены вот эти масштабные работы по воссозданию, то есть фактически, извините за это слово, строительство заново. Фактически, да. Что уж тут скрывать, поскольку действительно объект утрачен полностью в Великую Отечественную войну, сохранились только фундаменты. И нижние участки стен на несколько рядов кирпичей, которые в начале этого года были раскрыты в результате археологических раскопок. И это позволило подтвердить правильность тех обмерных чертежей 18 века, которые в музее-заповеднике имеются. Они полностью совпали с результатами раскопок, поэтому мы теперь с несомненной достоверностью сможем воссоздавать план сооружения, его габариты и его внутреннюю отделку по имеющимся у нас историческим материалам. Шале было вот здесь, на этой площадке, да? Да, да, вот именно здесь, собственно, мы с вами и можем видеть те самые фрагменты нижних частей исторических стен, которые, к счастью, до нас все-таки дошли. Мы не можем сказать, что объект утрачен на 100%. Есть ли какая-то информация, как вот сами члены императорской семьи, ну, дети Марии Федоровны и Павла Петровича воспринимали вот эти все поездки в Старое Шале из дворца, я имею в виду летний сезон, когда их тут учили садоводство, огородничество? Им вообще это нравилось? Несомненно. Несомненно, потому что как раз в воспоминаниях всех детей Марии Федоровны, включая государя Николая Первого, который тоже воспитывался таким образом, есть очень теплые слова об этом периоде их жизни. И это доказывается тем, что и Николай Первый, и великий князь Михаил Павлович, который был владельцем Павловска после Марии Федоровны, они, собственно говоря, музеифицировали этот объект. Он стал музеем, освященным Марии Федоровне и вот этим вот их практическим огородническим занятием уже тогда, в начале 19 века. Такая память о матушке. Да, да. Здесь сохранялась та садовая утварь, которой дети пользовались в тот период, посуда. Частично она сохранилась в фондах музея до сих пор. Поэтому, наверное, это было вообще один из первых музейных объектов на территории Павловского парка вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!